Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Двойной праздник. 12 июня в Сарове отмечается День города. За высокие профессиональные достижения на площади Ленина обновилась доска почета работников и городских организаций. Зона отдыха и новые детские площадки. Что планируют сделать в парке по улице Сосина в случае победы во всероссийском конкурсе? Далее расскажем обо всем подробно. 12 июня в Сарове двойной праздник. В этот день традиционно отмечается День рождения города. Саров – молодой город и еще живы и здравствуют те, кто приложил руку к формированию его облика. Об одном из знаковых мест города – стели, посвященной 40-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказал депутат городской думы публицист Иван Ситников. Проходя мимо сквера по проспекту Мира, можно увидеть памятник, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. И никто даже не задумывается, как он там появился. Ранее на месте монумента был установлен памятный камень с доской. Этот камень предстоял где-то 5 лет. Он свою миссию выполнил. И вот когда стал приближаться 85-й год, на заседании с полкома главный архитектор города Станислав Федорович Пилипенко предложил на рассмотрение два варианта благоустройства этого сквера и, собственно, вот такой композиции. Проект Станислава Пилипенко оценили на высоком уровне. Для того, чтобы воплотить его в жизнь, была собрана команда из работников первого завода и администрации. На первом же собрании приняли решение, что новым монументам нужно не только почтить память тех, кто воевал на фронтах, но и воздать должное труженикам тыла. Эту барельефную композицию по контуру вот этой обоймы изготовил тогдашний главный художник города Исмаил Биулыч Ишмаков. Там действительно стилизованы изображения боев, стилизованы изображения тружеников тыла. Над памятником работали десятки людей – художники, архитекторы, конструкторы и другие. После открытия монумента всем им вручили благодарственные письма и медали. Сегодня стала победа одной из излюбленных мест горожан. Здесь принимают третий классик в пионеры, гуляют с детьми и отдыхают душой. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В Сарове спелились научные передовые мысли, православные традиции. Одни его любят за тишину и провинциальную консервативность. Другие – за возможность реализовать свой творческий и научный потенциал. За что родной город любят его жители. Об этом в нашем следующем репортаже. Кто-то говорит, что наш город идеально подходит для воспитания детей. А кто-то, наоборот, хочет отсюда уехать. Пойдемте спросим у саровчан, за что они любят наш город. Наш город самый лучший, по крайней мере, в этой стране. А чем? Ну чем. Мы живем здесь как за пазухой, как говорится, убогая. Чистота, красота. Он маленький, тихий, красивый. Тихий, спокойный, чистый. В лесу, да. Чисто, красиво. Я люблю наш город за то, что тут очень много зелени, очень много парков. Ну, не знаю, гулять можно где-то. Ну, если вот со стороны, ну, как школьника сказать, то я очень люблю город за то, что здесь много возможностей, можно себя реализовать в разных коллективах, кружках. Ну, и вот так. Не знаю, красивый и тихий. А за зелень любите? Ее меньше стало в последнее время. Люблю. А скажите, может быть, какие-то достопримечательности вам нравятся больше всего? Висячий мост. Наверное, единственная достопримечательность, которая вот все время в голове. За красоту, за любовь к народу. Достопримечательности у нас хорошие. Святые места есть у нас. Музей. Я люблю наш город за то, что он есть, за хороших людей и за то, что я тут развиваюсь и живу. За деньги, которые нам дают. Так, а еще? Ну, довольно чисто по сравнению с другими городами, наверное. Ну, то, что тут много друзей, много парков, аттракционов там и так далее. За то, что я здесь родилась и тут моя родня. Я очень люблю этот город. За чистоту. За красоту. За памятники архитектурные. Это самое главное. Я считаю, здесь лучше, чем как в других открытых городах. И все. Как бы все родные тут живут. Тихо, спокойно. Хорошо выращивать детей. Зелень. Особенно старый район. Друзья, опрос показал, что соровчане считают наш город самым лучшим и самым красивым. И я с ними в этом полностью согласна. Давайте беречь его вместе. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Константин Островский. В Госдуму внесен законопроект о повышении минимального размера почасовой оплаты труда. Если закон будет принят, то за час работы по срочному договору работник будет получать 150 рублей. Как пояснили авторы инициативы, если рабочий день длится 5 часов, то ежемесячный заработок сотрудника заставит 15 тысяч рублей, что превышает размер МРОД. Предложение почасовой оплате труда для работников с неполной занятостью содержится и в плане восстановления экономики, разработанной правительством. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 15 июня в Крыму отменят самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. Но продолжат проверять температуру на вокзалах и в аэропортах. Эти меры сохранятся только для иностранцев. Обязательным останется масочный режим. Индивидуальные средства защиты нужно будет носить в общественном транспорте и местах массового скопления людей. В середину июня на полуострове возобновят работу все заведения общепита, музеи, открытые бассейны, тренажерные залы. Будут работать детские аттракционы на свежем воздухе. Действие всех льготных проездных возобновилось в Нижегородской области 11 июня 2020 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Для беспрепятственной оплаты проезда необходимо сначала продлить срок действий, не использованных в марте или апреле проездных билетов, или приобрести новые. Пролонгировать электронные льготные безлимитные проездные, а также месячные проездные студентов и школьников нижегородцы могут, приложив транспортную карту, на которой был записан проездной, либо к валидатору у кондуктора, либо к стационарному терминалу. После этого пассажир получит распечатанный чек о продлении действия проездного билета. С 1 января 2021 года не будет применяться единый налог на вмененный доход. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие эту систему налогообложения в 2020 году, могут перейти на упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентную систему, налог на профессиональный доход. Более подробную информацию можно получить на портале налог.ру или по телефону 368-75 и 770-96. В Сарове обновилась доска почета. Ежегодно накануне Дня города там появляются фотографии саровчан, отличившихся в разных областях профессиональной деятельности и достигших высоких результатов. Это врачи, учителя, тренеры спортивных школ, сотрудники полиции, предприниматели, рабочие различных организаций. В этом году на доске почета размещены фотографии сразу двух педагогов 17-й школы. 30 лет в начальной школе. Это тысячи часов уроков, это сотни проверенных тетрадей, это десятки детишек, для которых Лариса Коробкова стала первой учительницей. Работу и заслуги педагога оценили на городском уровне. Ее фотография целый год будет висеть на доске почета на центральной площади города. Ну, сначала, честно говоря, не очень верилась, но чувство гордости все-таки переполняло. На педагогический труд Ларису Николаевну вдохновила ее первая учительница. Когда-то давно для юной первоклашки она открыла новый огромный мир знаний. И вот уже три десятилетия Лариса Коробкова сама прививает любовь к учебе начинающим шкалерам. Проблем у маленьких детей бывает достаточно много, и они приходят делиться. И даже если порой не хватает времени, все равно стараешься выслушать всех, как-то помочь, объяснить, рассказать, посоветовать. Среди свежих фото на городской доске почета и карточка Людмилы Вайкиной. И 10 лет женщина преподает английский язык в школе номер 17. Ее профессиональный путь был предопределен с детства. Мама и бабушка Людмилы были учителями. Тяга к языкам у меня была с детства. Да, были разные, конечно, предпочтения. Может быть, тоже и русский язык, как моя мама Кабаченко Вера Николаевна. Может быть, другой какой-то предмет. Но именно к языкам у меня была тяга. Фото на доске почета стало для Людмилы исполнившейся мечтой. Чтобы воплотить ее в жизнь, педагог принимал участие во всех конкурсах и фестивалях. Придумывала различные иностранные вечеринки для школьников. Самым таким, наверное, ярким событием это была чайная вечеринка Мэтти Пати, городская. Она проходила на базе нашей школы. Это было костюмированное представление «Алиса в стране чудес» на английском языке. Всего на доске почета 15 свежих фотокарточек. На них портреты директоров, врачей, воспитателей, тренеров, маляров. Тех, кто своим ежедневным трудом меняют мир вокруг себя к лучшему. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Детский парк на улице Сосина в этом году будет претендовать на победу во всероссийском конкурсе проектов «Формирование комфортной городской среды среди малых городов». На объекте запланировано сделать три игровых зоны для детей разных возрастов. Зону отдыха, спортивное пространство, зону проведения массовых мероприятий, обновить озеленение и систему освещения. Подробности в следующем репортаже. Последний раз реконструкцию в детском парке на улице Сосина делали в начале 2000-х годов. Тогда там появились новые дорожки, скамейки с урнами, детский игровой комплекс, общественный туалет, которым никогда не пользовались, и спортивные площадки, которые уже пришли в негодности, были демонтированы. Вопрос обновления парка стоит уже несколько лет. В этом году проекты его реконструкции выдвинули на всероссийский конкурс среди малых городов и исторических поселений. Однако ждать глобального обновления парка не стоит. Горожанам не следует ждать того, что в рамках реализации этого проекта появятся все культурно-досуговые объекты, которые нарисованы, представляются на конкурс. Дело в том, что естественная часть из них должны будут инвестиционными быть в рамках данной конкурсной процедуры. Аттракционов также не будет, так как грант не предполагает их закупку. Деньги в случае победы будут потрачены на ремонт дорожек, которые пришли в негодность, освещение, появятся детские игровые комплексы и культурно-досуговая площадка. В проекте реконструкции нашли свое отражение пожеланий горожан. У них большая просьба была сохранить зеленые насаждения. Они не будут трогаться. Да, там нарисован большой игровой комплекс. Но все это на сегодняшний день, как показывает практика, возможно вписывать в ландшафт, в озеленение и не затрагивать деревья. Естественно, есть желание провести обследование на аварийность деревьев. Если таковые будут иметься, естественно, они будут возможно. И то, подчеркну, возможно, может быть и не будут, будут подвержены вырубке. Также детский парк участвует в голосовании по выбору территории для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Выбрать его можно на сайте «Голос.ЗАЗ» 23 июня по 6 июля. Что касается конкурса по благоустройству среди малых городов, его итоги подведут в сентябре. Общая стоимость проекта составляет 105 миллионов рублей. Представленная заявка не окончательная. Перед ее воплощением в жизнь пройдут общественные обсуждения. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Переливание крови помогает продлить жизнь. Это неотъемлемая часть некоторых хирургических процедур. Чтобы выразить почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, а также для привлечения новых доноров, создан Всемирный день донора крови, который отмечается 14 июня. В этом году тема праздника «Безопасная кровь спасает жизни». И проходит он под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». 450 мл крови за один раз забирают у донора. Процедура сдачи занимает от 5 до 15 минут. Прежде чем перелить донорскую кровь, пациенту ее обследуют на наличие различных заболеваний. Если все отрицательные результаты на гепатиты, ВИЧ, сифилис и нормальные трансаминазы в норме до 40 у доноров, вот только тогда в нашей лаборатории она обследуется, переопределяется группа крови, исследуется на наличие антител антиэлектроцитарных. Вот если все хорошо, только тогда кровь мы можем выдать в лечебную сеть. Донорская кровь хранится в специальных холодильниках. Срок ее годности зависит от компонентов. Тромбоциты должны храниться всего 5 дней при комнатной температуре и в постоянном движении. Цельная кровь хранится в холодильнике до 35 дней, а красные кровяные клетки до 42 дней. Плазму можно замораживать, поэтому она пригодна к использованию в течение года. В Сарове недостатков в крови и ее компонентах нет. У нас нет проблем с кровью. У нас как доноры шли, так они идут, они понимают и видят все меры, которые мы предпринимаем, чтобы их не заразить и чтобы они не заразили. Поэтому больные, вы видели наши холодильники, больные в настоящее время, а в нашем городе обеспечены кровью. Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня, начиная с 2005 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, которые регулярно сдают кровь, живут дольше на 5 лет. Человек, сдавший кровь 40 раз или пожертвовавший плазму 60 раз, считается почетным донором России. По статистике, донорская кровь нужна каждому третьему россиянину. Елена Грескова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Не выходя из дома, учреждения культуры подготовили для горожан летнюю культурно-развлекательную программу в онлайн-формате. Саровчан ждут конкурсы, викторины, беседы, концерты, виртуальные путешествия по книжным мирам и сетевые акции. Подробности далее. Специалисты библиотеки имени Маяковского не остались в стороне. Стали обслуживать читателей дистанционно и подготовили несколько мастер-классов. Вся они доступна на ютуб-канале Маяковки. Библиотекари научат саровчан изготавливать поделки в разных техниках. Также сотрудники Маяковки готовят викторины и подкасты. За время самоизоляции очень многие подзабыли правила дорожного движения. И поэтому мы подготовим подкаст «Безопасность на дорогах», который напомнит о правилах поведения на улице. Специалисты Маяковки приглашают горожан заходить в виртуальную игротеку на сайте библиотеки. Там появилось уже пять разделов, посвященных разным темам – краеведению, искусству, науке, Великой Отечественной войне. Есть еще раздел «Читаем и играем». Хочется пригласить, чтобы все поиграли в литературную онлайн-викторину «Теркинг. Кто же он такой?». Потому что, во-первых, это такое знаковое произведение Александра Твардовского. И в этом году исполняется 75 лет со времени окончания полностью этой поэмы. Подробную программу можно посмотреть на сайте Маяковки в разделе «Не выходя из дома». Там же размещены ссылки на интернет-платформы. Все мероприятия рассчитаны на лиц старше шести лет. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16» социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Закажите любимые блюда из ресторана «Прайм» с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru Продолжение следует...